Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня в поле Бройга. Трэээ! А мне семечек! А мне! В этом видео великий расхититель-кормилец вкусно и плотно поест мусорного бака. А протянет ли он после этого педали? Расхититель очень голодный и рвёт по мочке, как в последний раз. Будет ли сегодня драка за топовый вынос хаты? Это вы узнаете в этом выпуске. Чтобы задобрить Штрепуха, вы должны подписаться на его канал и поставить самый офигенный лайк. А кто этого не сделает, то у вас есть самый вонючий в мире бомж. Не успели подъехать, сразу вещички на продажу есть тут нормальные вроде как. Ну да, пойдут. Какой-то свитер. Наверное, свитера сейчас брать не будут, но можно взять, попробовать продать. Сандалики на продажу. Они ещё такие резиновые, прикольные. Наверное, надёжные. Крокс фирма. Так, конечно, это же кроксы. Наверное, оригинальные. ХЗ, не шарю в кроксах, но беру. Ребят, я пока в туалет ходил. Илюха, телефон нашёл битый, Samsung Galaxy S4 вроде бы старый. Но, может, кто-то на запчасти купит. Ещё рюкзачок он вот такой нашёл неплохой. На самокат мне подойдёт. А это, чувак, лампа для маникюра. Сейчас такие уже никто не берёт. Но, возможно, на рынке, на барахолке её купят. Тоже возьмём. О, кормилица. Кормилица-то почти пустая. Вот в этом пакете, мне кажется, что-то есть. Она такая раскалённая. И ароматит. Нифига себе, какие полочки. Это как раз Диме в его дом надо. Опа. Вот эти вообще. Не, хуйня какая-то. Нифига, кроксы. Шлёпки. 33 размер детские. Обалдеть. Это я беру на продажу. Дим, зацени, что я нашёл. Дим. Дим, я шлёпки нашёл. Что он, блядь, там делает? Не, реально, шлёпки топовые. В Краснодаре это топовый товар. Дим, ты что делаешь? Я зарабатываю деньги на покер-дом. Да ладно. Нифига себе. То я думаю, что ты так залипаешь? Нифига себе. И сколько поднял? Две триста за пять минут. Нормально. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Нифига себе, у тебя там прёт. Дим, можно мне поиграть? Я тоже хочу. Да, я тоже покручу Диму. Иди, поройся в помойке. Ребятки, а если вы хотите так же зарабатывать и круто проводить время, как Димон, то по промокоду НАРЕК вы получаете 1000 фриспинов и 100% к депозиту. Ссылочка будет в закреплённом комментарии. Не щёлкай, еблом. Играй в покер-дом. Ребятки, зацените, какая стоит швабра возле помоечки. Вон, покомплектованная, с ведром. Ну, правда, там вода застоялась. Это всё очень сильно воняет. И там даже внутри, смотрите, есть какой-то антисептик, походу. Тюбичек чего-то, не знаю, что это. А швабра недешёвая, видно, блин. Хорошая. А может, это для стёкол, я не знаю. Ну, интересная. Может, заберу домой, буду пользоваться ей. Чё, чехол давай сюда на продажу. Чехольчик прикольный. Так это тюбички какие-то. Красятся это, женская, новая. Тюбики. Не знаю, как это называется. Красится. Гигабайт. 8 гигабуиты, ребят. Сандиск, флешечка. Связной плюс. О, симочка. Вот это надо. Связной плюс какая-то. Сим-карта, походу. До 28-го года карточка действует. Или скидочная, или хз. Нифига себе. Связной плюс. Мастер-карт. Интересно. Новая. К чему она привязана. Проезжаем мимо помойки. Я смотрю, топовая сумка для барахолки. Открываю сумочку, ребятки. И что я тут вижу? Запас сковородочек, ребятки. Вынос хаты просто огромнейший. Там ещё такая сумка, прикинь. Там их пару сумок таких есть. Трусарди. Ну, это дорогой бренд, да. Сковородочки берём. Алюминий. Крышка вот эта продастся. О, кофеёк, ребят, в пачке. Цикорий. О, тоже купят. Топовые жвачки, ребятки. Дерольчик обалденный. Бери, угощайся. Домашняя пицца. Чувак, так она свежая. Будешь? Конечно. И с жвачкой потом заем это всё дело, как в рекламе. Молоко взял? Да. Тоже, в том же пакете. А, ну это под пиццу. Попробуй просто на язычок. Можно кушать. Ну, вот сейчас как раз и запьём и поедим. Бомба. Ребят, как пахнет вкусно. Ммм, сыр, колбаски, всё здесь есть. Главное, чтобы не подсыпали я до сюда. Ребят, если это видео не выйдет, то помяните меня. И не упоминайте лихом. Ребят, зацените, что Илюха нашёл. Мы тут порылись, чисто такое металлоломо набрали. Но вот это прям неожиданная находочка. Honor. На 13 мегапикселей камера. Сзади отпечаток пальца, сканер. Крышка, правда, задняя не держится. Но, как вы видите, внутри у него всё есть. Но, естественно, экран битый. Экран под замену, по-любому. И он старенький, не на Type-C. Может, даже включится, хрен его знает. Но на запчасти он пойдёт, по-любому продадим. Ну, короче, это примерно, заработаем на нём полторы тысячи рублей. Он ещё и гнутый. Видимо, в заднем кармане его носили. Он аж, видите, прогнулся. По-любому, полторы тысячи рублей, ребятки, заработали на нём. Ребят, мы тут в строительных мешках столько меди достаём. Я просто в шоке. Посмотрите, сколько. Да тут уже килограмм меди точно будет. А килограмм меди сколько сейчас? 380 рублей. Капец дёшево. Было, помню, по 600. Она упала, да. Нифига себе. Надо собирать. Сейчас всего наберём. Ну, примерно на 2 килограмма меди, думаю, мы тут нашкребём. Столько вот таких кусочков маленьких. Ну, корр милится. Кстати, ребят, если вот так бумага раскидана, это, возможно, здесь есть находки. Магнитики какие-то, ваниль. Так. Как будто кто-то уже порылся. Что такое? Здравствуйте. Да ничего, Ройс. Нашёл что-нибудь, нет? Нет, пока нет. А это подъём? Я не знаю. Я подъехал, тут так и было. Как тут было? Я только что-то забрал. Я не знаю. Я говорю, я вот только подъехал, тут так и было. Я вот убежаю, он тут раскидывает. Слышь, надо что-то с этим делать, братан. Что делать? А что это у тебя тут прицеплено? Ну, я вообще снимаю видосы, как я в помойке. Так тут нельзя снимать. Почему нельзя снимать? Потому что это моя помойка, меня сюда приставили. Да я понял, ну я макулатуру, я не... Извиняюсь, но это не я. Ну как это не ты, братан? Давай что-то делать. Что вот это такое? На башке тут приходят, тут всякие. Я не знаю, раскидывают на моём районе. Ну я не знаю, можно ко мне не подходить? Почему? Ну, ну, а что я сделал, я не пойму. Блин, ты только что достал, кинул сюда, братан. Давай что-то решать, а? Отпустите, пожалуйста. Я тебе сейчас пассатижами муха вырву. Вот эту твою херовину вырву, только что ты тут лазишь, а? Отпусти, пожалуйста, слышь. А что, что, ну давай договариваться, а? Что договариваться, я говорю, я не... Ну что, братан, ты тут раскидал, ты сейчас своей штукой... Я ничего не делал, говорю. Ты меня снимаешь, а? Я не... Я удалю всё. Касарь давай. Не буду я никакой касарь давай. Говорю... Ты что, ты сейчас шутка, сука? Отпусти меня, сука. Ты что, дебил? Ребят, это просто пиздец. У меня в жизни такой драки никогда не было. К сожалению, Ютуб это не пропустит, поэтому закинул в телегу. Смотрите там продолжение. Порылись и нашли в этой помойке вот такую маску, но без шнурка. Шляпные часы с рынка. И в чехольчике, в новом, кстати, новый чехольчик, вот такой телефончик. Флай древний, с битым экраном. Ну, его рублей за 100 продадим, он старый. Масочку рублей за 50, часики, ну, рублей за 10. И то, если их купят, они битые. Наверное, брать лучше не будем такое. Разорвали вы нас с хаты. Посмотрите, какой новый кабель. Полная ВД-шка, пацаны. Полная, полная, блин. Она 500 рублей в магазине стоит. Вот еще медь. Вот такие шланги новые. Вот такая вилочка, ребят, топовая, новая. Давайте дальше смотреть. Кристалл, универсальный клей, он там еще есть, берем. Еще одна новая вот такая вот розетка и патрон. Какие-то штуки, колечки. Опа! Зацените в тачку. Хокко, ребят, зацените в тачку. Хокко хорошая фирма. Скорее всего, лампы тоже рабочие. Это для кондиционера, для пульта. Это упланительная лента новая. А, вот эти переходнички топовые. Нет, только это не RGB лента, а обычная подсветка. Но тут даже вот, смотри, этот переходник покупали. Можем взять переходники вот эти для подключения. Вот какие-то штуки для шторм, прикинь. О, какая-то штука какая-то для мебели. О, рулеточка карманная, маленькая. Это чисто этот, пенис мерить. О, патрончик, тройничок. Капец, тут для деда двухсторонний скотч. Тут всего много. И розеточка топовая. Всякие уголки. Вот это надо, шурупчики, болтички надо. И смотрите, сколько пачек нашли. Брейк какой-то, Витабрейк. Вкусно, натурально, полезно. Это какой-то мармелад в упаковочках. Сейчас буду пробовать. Хотя нет, у меня камера на голове, блин. Пробовать неудобно мне. Камеру снимать придется. У меня для этих дел есть Илюха. Илюха, кусай. Мой личный дегустатор. Как? Пастила. Пастила, да, полезная. Нормально. Берем. Еще, ребятки, три упаковки холодка и коробочка сосательных конфет. Вы посмотрите, какую легендарную книжку мы нашли в помойке. Богатый папа, бедный папа. После прочтения данной книги, когда я работал на работе, у меня мозги заработали по-другому. И я захотел чем-то заниматься. И выбрал направление YouTube. И рыться в кормилицах. Мне очень нравится. Поэтому всем советую данную книжку к прочтению. Мы ее обязательно заберем. Также здесь есть лампочка. Коробочка от айфона пустая. Тройничок. И вот такая сумочка. Похоже, что это Луи Витон. О, с кэшбэком, ребятки. 5 рублей, ребятки. А не 2. Ну, сумочка не брендовая. Так, здесь еще интересные книги. Дневники вампира. Быстрый английский. Теория государства и права. И зацените. Прокуратура Краснодарского края. Нифига себе. Серьезный дядя, да, выкинул? Ой-ой-ой. Капец, целый тортик. Рафаэлло. Тортик Рафаэлло, ребятки. 30-е, 06-е, 22-е. Срок годности 7 суток. Эх, обидно, просрочен. Праздник к нам приходит. Праздник к нам приходит. Счастливый миг он растворит носки. Это это мы с тобой на ты пришли. И, ребят, Кока-Кола классик. Почти полная бутылочка. Оставлю бомжам на запивончик. Под самогончик. О, одноразочка зарыганная. И такое брать не буду. Она зарыганная. Ну, в принципе, если протереть, можно и будет... Ой, продать. Я куда-то мокрое влез. О, нифига себе. Баллон для надувных шариков. Я не знаю, что с ним делать, но я вижу шляпетки на продажу, во-первых. А во-вторых, баллон для надувных шарей. Гелий в одноразовом портативном баллоне низкого давления. Почему он одноразовый? Он пустой. Он одноразовый, наверное, потому, что его заправить никак нельзя. Да это рофлят. Не может быть. Только если колхозить что-то... Ну, ребят, реально обидно, что этот баллон уже всё. Можно было бы, может, его продать как-то. Штанишки. Смотри, спортивки. Adidas, Arig. Adidasовская. Клима 365. Курточка. Arig. Неплохая. Такая чисто на забив. Помоечка дарит. Именно это оригинальный Adidas. Вот. Ещё одна кормилица. Опа. Там в пакете обувь, кажется, лежит. Ну, тогда. Да. Пакет с обувью. Вот, я тебе деду надо. И, кажется, тут я увидел кроссовки. О, да. Кстати, моего размерчика. Adidas, что ли? Ну, да. 44. Ребят, мой размер. Хорошие Adidasовские кроссы целые. Офигеть. Старая, правда, коллекция. Torsion System Adidas. А ну-ка, померю. Они хотя бы не такие жаркие, как мои вот эти вот Nike. Но вот эти тоже хорошо отбегали. Они тоже с помоечки. Ну, блин, у меня уже, походу, 45 размер ноги. Вот Adidas нашёл. 44. Но они мне жмут. Вообще топовые. Лёгкие, летние. Может, разношу. ХЗ. Так, чё тут ещё? Ботинки дырявые. О, выносхаты. Крокосы. Шлёпки драные. Блокнотик. Новый? Нет. О, промилится. Что тут написано? Продам срочно однокомнатную квартиру. А, ну так вот она, я так понимаю. Это ж для бомжей вешают эти объявления. А бомжам предлагают квартиру, значит. И раз на баке мусорные вешают. Значит, вот эта квартира, я так понимаю, продаётся. Вот такая квартирка у нас однокомнатная. Так, что у нас? Фестивальный. 38 квадратов. Не, ну видно, что соврали. Тут не 38 квадратов. Но, в принципе, уютненько. О, квартиру продают сразу с овощами. Можно картошечку пожарить. Так, а здесь у нас что? Ну, тут видно тоже голяк. Это тоже однокомнатная? О, ещё одна однушка продаётся. Вообще бомба. Ребятки, тут не помойка, а голубятня. Они тут все живут. Там где-то кнопка для выхода должна быть, по идее. А как тут люди выходят? Ну, типа... А, вон она, я понял. Эй, дотянулся, ребятки, до вот этой кнопочки. О, вот эта баночка деду надо на консервацию. Берём целая. Это моя жена закатывает вишенки, компотики делает. Ложовая помойка, да? О, у меня вынос с игрушками. Тут может быть, кстати, техника. О, арбалет. Барабан, может, где-то валяется. Это на пистонах. И, скорее всего, барабан потеряли. Опа. Кроссовочек с Алиэкспресса. Али, не Беланс. Походу, Ариг. О, спасибо большое за донатик. Привет тебе. Блин, лагает постоянно. Если лагает, надо чуть позже донатить. После того, как отлагает всё это. О, пилочка шоль. Рабочая. Ребятки, вот это продать можно. Второго Нью Беланса найти не могу. Вот это обидно. А вот Аня, кормилица. О, щит. Так это лапти на продажу, ребятки. Лапти на продажу и туфельки тоже пойдут на продажу. Забираю прям так. Вынос хаты, походу. О, нифига, присоска. Это же держатель для этой... Для лейки в ванну. Что, туберкулёз? Мыльце. О, блок питания неплохой. На 12 вольт, скорее всего. Сейчас посмотрим. 12 вольт. Это для RGB-ленты. Вот это надо мне. А вот, собственно, и сама RGB-лента. Которая, видимо, была подключена к этому блоку питания. Только это не RGB-лента, а обычная подсветка. О, у меня латуневый кран. Латунечку мы всегда берём. Ну и я сейчас поработаю капитально. Мне нужны находки. О, Нью Белансы сюда. Ой-ой-ой, думал Нью Белансы, а это уже получается бездонные лапти. Это шляпа с рынка. О, ой-ой-ой, какой вынос мощнейший. Тут даже есть сосисочки сочные, папа может. Ой-ой-ой. До 19 апреля. Про срок. О-о-о, вот это петарда взрывоопасная. Сейчас как рванёт. Нет, не взорвалось. Ну ладно. Так, противни. Это алюминий. Лавашики. Нет, есть я не хочу сейчас. Я хочу поживиться техникой. Есть тут техника. О, а вот и лампа. Это скейт. Это можно снять, продать. Поломанный скейт, блин, обидно. Шапки зимние. О, платки бабушки покупают. Платочки. Вот эти нядя. Платочки бабушки купят. Да, и вот эти штаны. О, нифига себе. DSL. Дизель. Так это пушечка, у меня дизель. Это может даже ариг. Дизель оригинальный, походу. Тут тоже, тут тоже жопа. Вот ещё. О, ленточки RGB-шные. Они обычные. Adidas. Бирка есть, но стёрта. Ну, скорее всего, паль. А чё? На продажу, не? А, я вижу, да. Да, по-любому это паль. Ну, можно вот так оставить. Может, дворник будет носить. Так, кормилица. И тут уже выставили чё-то. Какие-то шмотки. Такие, так себе. Шмотки. Какой-то блокнотик. Скетчбук. Понятно, исписанный. Это макулатура. Ой-ой-ой, это чё такое? Нифига себе. Тут какие-то штуки прикольные. На колёсиках. Это для ящичков. Это в салонах красоты использовали. Вы нас хаты? Мощнейш. Ой-ой-ой. Вы нас хаты. Что это? Чувак, это салон красоты закрылся. Салон красоты закрылся. Или парикмахерская. Вот оттуда эти стойки. А это стерилизатор. Это маникюры делали. Это стерилизатор, чувак. Ебать. Боксы топовые. Это от этих стоек боксы. Вот эти штуки в эти стойки вставляются. Чувак, давай по-бырому глутать. Офигеть. Вот это вы нас хаты. Так, надо брать только технику. Вот эти штуки надо забирать, блин, боксы. Я их пока туда пооткидываю. Ящички вот эти все. Это мне надо для мелких шурупчиков, болтичков. Это в гараж мне надо. Ну не в гараж, у меня уже нет гаража. Ну, во дворе будет пока стоять у меня. Чувак. Полные. Полные? Это краски для волос. Чувак, это краски для волос. Матрикс краска. Ебать. Чувак, куда это складывать? Сейчас я сумку принесу. Ребят, капец там вынос. Я в шоке. Я аж, блин, растерялся. Не был готов к такому. Помоечка, конечно, знает, как меня удивить. Давай, чувак. Все сюда. Все краски сюда. Капец, их много, да? Эта краска еще и не дешевая. Чувак, это я краситься буду. Обалдеть. Капец, сколько красок. Там их очень много, да, походу? Это тоже, это для краски. Краску мешать. Берем. Активатор какой-то краски. Ребят, Матрикс. От фирмы Матрикс. Это блокнотик. Стори какой-то блокнотик. Зеркало, ребят, как в парикмахерской такой же. Салон красоты закрылся, короче. Все вышвырнули. Все оборудование, краску. Вообще все. Чувак, тут прям все, да? Все в боксах, ведерках. Весь салон просто на помойку вышвырнули. А вот это накидки на людей, которые одеваются при покраске. Там даже в кармане что-то есть. Ебать, тут бабки. Чувак, тут тупо бабки. Прикинь, кому-то давали. Кто-то забыл. Тут тупо деньги, ребят. 200 рублей настоящих. Это тоже все берем. Ребят, нормально, две соточки упало на карман. Ну, по соточке нам с Илюхой. Смотри, тут новые вот эти накидки. Капец. Нормально. Слушай, ну, мы реально не зря сегодня выехали. Горшки для цветов берут. О, еще бумажки всякие. Давай, чувак, побырику, пока дворник не пришел. Смотри, даже кто-то сменную обувь, видимо, носил в этой парикмахерской или в салоне красоты. 40-й размер, демиксы, вообще как новые. Выкинули тоже. Капец, все эти щеточки мне надо, ребят. Это вот красили волосы этими щеточками. Мне это чистить платы там. Нифига себе, это шампунь? Проявитель крем-масла. Какой-то проявитель, не знаю, но это все не дешевое. Так, ну расчески не нужны, щеточки возьму. Полные тюбики. А это что? Обесвечивающий крем для волос маслом с жажоба. Вот. Синк, матрикс, колор, цветная краска какая-то. Книга. Тетоисцеление. Уникальный метод активации жизненной энергии. Смотри, там могут быть всякие антисептики для обработки. Вот это для краски пригодится. Я краситься буду теперь. Вообще бомба. Краситься буду на халяву. Помоечка дарит покраску волос. И вот такие стойки с боксичками. Вот, ребят, я же сказал, что эти штуки вот сюда вставляются. Зацените. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой же это сок. Это такая пушечка. Теперь мне будет где хранить свои шурупчички и болтички. Просто бомба. Осталось это как-то увезти. Тоже для волос. Все вот эти тюбички бери. Потом разберемся. Не знаю, что вот это такое. Тряпки какие-то. Ну, тоже возьмем. А я думал, это бытовые отходы. Тоже, как всегда, вот здесь выкидывают бытовые отходы. Чувак, давай теперь мне все боксы. Ты там точно все проверил? Никаких тюбиков? Вон тюбики валяются. Илюк, боксы теперь. Давай ящики. Они, наверное, порядок наводили. Это мусор, мне кажется, все. Ну, ящички вообще деду надо вот эти. О, часики хорошие. Пойдут на продажу. Да, тут, блин, нормально. А это, кстати, тут кровать с маятником. Вот это маятник, низ кровати. И он шатался. Ну, понял, топовая кроватка тут разобранная. Ну, это прям за парой это все собирать. О, шляпетки вот эти вот можно на продажу взять. Хорошенькие. И этот свитерок тоже пойдет. Нормально. Тут вещи лежат. Просто нас ждут, чтобы мы их забрали на продажу. Бортики от кроватки. Но это, не знаю, вроде не надо нам. Ну, мне домой. Малой говорит, вы как штребухи? Как штребухи. О, нифига, тут в коробке что-то есть. Чувак, я телек нашел. Телевизор в коробке. Я серьезно. Я в шоке. Он реально там. Вот это нормальная тема. В коробочке прям бомба. Смарт-ТВ. Они обычные. Из него еще медный кабель отрезали. Пойдет. Да, битая матрица. На запчасти можно продать. Эту плату снять. Обидно, ребят. У него матрица разбита. И как его повезем, блин? Его бы на месте разобрать. Ладно, как-то увезем-то. Чисто ради полторы... Полторух... Полторех... Полторех тысяч рублей. Полторых... Полторех... Как? Ради полторы тысячи рублей. Его полторех тысячи рублей, блядь. Ну, я и несу, конечно. Блин, битки. Совок домой? У меня нет совка дома. Только, ну, такой мне... Что-то он... Не, ну... Это не совок, а какая-то фигня. Странный он очень. А, она грязная очень. Такое... Знаешь, как ее сложно отмывать? Если только антижиром... О, у меня вынос с хаты. Новые кроссовки беленькие. Ты что такое? Ты что пьяный, Илья? О, наборчик целый. Веник и совок. Ну, ладно. Уговорил. Заберу на улице, чисто будет у меня. Буду подметать двор. Нормальная тема. Совок веник в комплекте. Че отказываться, правильно, в ребятке? Для обуви? Крем-ускоритель для загара. Ой, ускоритель для загара точно никто не купит. Ну, ладно, возьмем. Тут и так загар быстрый. Что там? Да ладно, дай посмотрю. Капец, ребят. Я подумал айфон. Я реально подумал айфон. А это детская игрушка, да, или что это? Еще на батарейках пиликалка какая-то. Ну и шляпа, ребят. Смотрите, что там внутри. Капец, подумал айфон. Он на шестой или седьмой айфон смахивает. А нифига себе. А я тут смотрю, ванночка детская. Ой, так кажется она целая. Так это деду надо, ребятки, надо. У меня же доченька есть. Я ее отмою. А что, блин, новую что ли покупать, эту ванночку? Смотрите, какая хорошая. Полностью целая. Офигеть. Ее даже продать можно. О, вещички на продажу. О, а тут спортивная курточка. Женская, неплохая такая. Из Тирановы. Магазин Тиранова. Что, молния? Молния целая. Если целая, забираю. Ну, конечно же, целая, ребятки. Что, шубу возьмем, потом продадим? Да, конечно, такую шубку почему бы не взять, ребятки? Сейчас, конечно, не сезон для шубы. Но эта шубка вообще залетит и продастся со свистом на рынке. Вы лучше посмотрите на мою новую покупку. Как вам вот такой аппарат? Купил на металлоприемке трехколесную лайбу. Потом в видосах покажу, когда ее подшаманю. Но это топовая лайба. Спереди дисковые тормоза, сзади барабанные. Вообще, там спереди можно огромную корзину ставить и возить находочки с помоечки. Так что это новая моя лайба для помоечки. Ну, одна из лайб. У меня их, получается, две. О, какая сочная. Кормилица, походу, плохо настоялась. Не хочет меня радовать. Наверное, все-таки хочет. Сюда вот эту технику. Ой, там ноутбук, ребятки. Там ноутбук. Ноутбук. Илюх, у меня ноутбук. Так, только аккуратненько. Ну, не спеши, пожалуйста. Так, это нам игрушки не надо. Вот, ноутбук. Пожди, пожди, пожди. Может, он еще живой. Я же говорю, ноутбук. Ноутбук. Какой, ребятки. Так, это что у нас? Это от планшета. А это вот ноутбук. Тяжеленький. Его на две части пытались разломать. А, это планшет, ноутбук. Это было два в одном. То есть, вот так это вставлялось сюда. А эта клавиатура отсоединяется вот через контакты вот эти. Вот контакты шлейф вот сюда вот так вставлялось оно. Хорошенький ноутбук был. Но взяли, падлы, разломили и еще вот так сломали. Чтоб ни себе, ни людям, как бы, чтоб не досталось никому. Попытаюсь его разобрать. И, возможно, там плата живая. Получится ее на запчасти продать. Может, доломать его уже полностью. Сейчас поглядим, ребятки, на плату. Там еще аккумулятор. Вон он, вроде бы. Где плата материнская? Тут, прикиньте, пригрузы чисто находятся. И клавиатура. И все. И вот плата сетевая. И все. Никакой материнки тут нет. Тут вот эта, походу. Вот она материнка от него. Ну да. И ее пытались, я вижу, сломать. Ну тут процессор всякое такое. Ай, думаю, не продастся этот. Престижо. Висконте-С бренд. Ну, модель. Битые экраны. Вот аккумулятор здесь имеется. Тут столько ос летают. Опасно. А у меня вынос с хаты, ребятки. Давайте смотреть. Так, фильтр для воды никто не купит. О, 3D-очки новые. У тебя 3D-очки хоть раз покупали на рынке? Нафиг, их тоже не берут. Пульты от телеков бабушки берут. Раптор от комариков. Это купят. Так, дальше. Блок питания старый от Ноки. Это не купят. А вот такой блочок купят. Ни сегася. Плантроникс. Хорошенький блочок. Еще он разбирается в ребятке. Он разбирается вот так в ребятке. Вот так вот. Эта штука снимается зачем-то. Непонятно зачем. Так. О, мышка компьютера Logitech. Пойдет. USB-шная. Это купят. Лимонница. Ну ладно, возьмем. Вот это купят по идее. А не обитая она. О, нифига себе. Чашечки, ребятки. Набор. Чашечки вот такие, как новые. И блюдечки. Вот это купят. Лё. Лё. Фляжка топовая, ребятки. Тяжеленькая. С гербом России. Нифига себе. Ну видно, не дешевая, короче. Качественная фляжка. Я находил и подешевле, похуже. Хорошая фляжечка. Вот это можно продать у ребятки. За 400 рублей на барахолочке. Ребятки, я думал, камера записывает. Но она нифига не записывала. Короче, мы нашли вынос-хаты. Посмотрите, какой топовый рюкзак. Как из игры вот это. Пубы-джи. Пубы-ге. Там ещё нашли вот такие пузырики польные. Вынос-хаты продолжается. Тут какие-то пенопластовые штучки. Это, наверное, для дверей. Это можно взять. Уплотнители. Смотрите, тут целый пакет всяких ништячков. Вот это купят. Мышка удачу приносит на походу. Шлёпки нормальные. Нормальные реально. Нормальные шлёпки на меня, ребятки. На мой размер вообще. Будут у меня ещё одни запасные шлёпки. Опа, градусник. Кстати, он рабочий и целый. Полностью целый. Мне надо такое. Главное, градусник не разбить вот этот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова